Ну что ж, всем доброго времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на игре на проекте BayFly. Юнитед Пауэр против BayFly сражается в финале турнира. Ну и что ж, Юнитед Пауэр итальянцы и BayFly у нас играют с Белоруссией. Ну и поехали. Первая пистолетка этого грандиозного финала. Выпад на парочна Аимера. Аимер! Аимер забирает двоих игроков. Один Плюханыч просто отвесил с одного патрона у Асты. Ну и тем самым еще забрал Шиднеза, если не ошибаюсь. Аимер минус три в раунде. Иван разбирает с Анукаром. Ну и пистолетка явно не удалась у коллектива. BayFly, да, дико извиняюсь. Ну что ж, один игрок против пятерых игроков Дефенса. Будет пытаться что-то сотворить у нас своим глаком. Но это вполне таки реально. Почему нет? Да, много клачей мы видели с глаком против USP, но не в этот раз. А в Саум, я могу ошибаться правильно, ну, с произношением. Буду как-то по-разному. С этим никнеймом у меня, так сказать, очень и очень часто возникают некие проблемы. Но на роли это не играет. Первый раунд команда Дефенса забирает. Юнитед Пауэр 1-0. Ну что ж, дальше уже пытается Шиднесс у нас выпасть на яму. Пока у него это получается, но ненадолго. Хэт отстреливает Шиднесса. А это развод. Это банальнейший развод. Выпад на точку B. Один отвлекающий, либо же два игрока. Ну и сейчас будем смотреть за игроком Дефенса, который располагается в непосредственной близости на пленте. Ой, вот это спрей. Не, братан, с таким спреем далеко не уйдем. Аймер погибает. Это Дант Корр погибает. Первый, ну и тем самым есть Девайс. Правда, 4 ХП у Дант Корр. Я бы его вместе отдал Девайс кому-то другому. Оззи разбирается с Уэстой. Или Уэстой, как правильно. Анукар, отлично. Одна голова. Анукар, идеальная стрельба. Оззи, Оззи. Ну это, по-моему, Габелыч в этом раунде. Шикарная пистолетка, проведенная против полноценного закупа команды Юнитед Пауэр. Ну и белорусы забирают свой, так сказать, первый раунд. Ну, я, надеюсь, далеко не последняя карта. Демираж, бест оф в один финал. Ну и пока, пока все хорошо. Но, правда, в этот раз для игроков атаки. Не будем забывать, что атака на этой карте слабая сторона. Выпад на Пуарыча. Ну, Карр разбирается с АИмиром. А вот и коннектор. А вот и коннектор подоспел, оставив 37 хп. Этот самый хэд. Но хэд, братан, ггшечка. Вас-то забирает хэда. Установка плента, по идее, должна происходить на споте Б. Одно хп у Анукара. Ну, братан, тебе просто не повезло. Ауэсоум забирает Анукара. Ну, уастей, справляется с Ивой. Ну и последний игрок. Остается у игроков команды Юнитед Пауэр. Он в одиночестве у команды Дам. Хул забирает последнего оставшегося игрока в живых. Дефенсом 2-1 в пользу команды Бэйфлай. Да, вот такие вот дела. Ну что ж, 2-1, несмертный приговор еще для дефенса. Конечно, еще много чего впереди. Но, вот как на меня, так Бэйфлай действует очень-таки грамотно. Так как они вот занимают мидл, а уже от мидла отталкиваются. Куда выходить? Тоже неоднократно, в принципе, парни показывали. Но и тем самым, когда атака занимает мидл, уже как бы много пространства у них. И это, ну, фактически взятый раунд. Если же мидл занят игроками. Вот сейчас буст будет. И, по-моему, этот буст закончится провалом. Так, прожим. Фу, фу, да. Спрей так же не удался. Ну ничего, 75 хп. Выпад на него. Хэт забирает Уэстей. Ставит голову Шиднесу. Да ладно, Шиднес у нас погибает. Ну ладно, фу, отлично разбирает с двумя игроками на коннекторе. Последний Аймер. Один против троих. Ну что ж, Клатчер. Возьмешь ли ты этот Клатч? Один против троих. Да, показывает, возьмет. Но, видимо, нет. Фу, отлично справляется с последним игроком. Третий раунд для коллектива Бэйфлай. Да. Ну что ж, белорусы. 3-1. Интересно посмотреть на пинге белорусов. Довольно-таки неплохо, да. Судя по тому, сколько я не комментировал белорусские команды. В основном там пинги, конечно-таки, очень большие у Ауэст. Ты, по-моему, сделал прострел. Да, Уэст сделал прострел. Как видите, забрал хелпу. И вот этим сам обеспечил выход команде атаки на точку. А, ну что ж, Хэт. Один фраг. Ози справляется с Шиднезом. Но Шиднез успел, как бы, сделать. Один размен. Один фраг. Отлично. Ну, Карр и Фу справляются с своими оппонентами. Аймер последний игрок. Последний аймер. Ну, ГГМ. Да, попал, конечно, в голову. Но этим ничем хорошим он не сделал. Ничего хорошего для своего коллектива. Четвертый раунд. Бэйфлай забирают. Ну что ж, парни. Атака пока, ну, конечно, меня радует. А вот дефенсы непонятного, что играют на этой карте. Ну, дефенсы как-то, ну, должны доминировать. Как-то, не знаю. Так, по-моему, это развод. Пытаются опять хелпот стрелить. Но теперь это полноценный закуп от игроков команды Юнитед Пауэр. Итальяшки. Итальяшки. Ну, я думаю, парни не обидятся. Так, Данкор. Справляется с Оззи. Погибает один из игроков. Отсмотр окна, люльки. Ну, как привыкли называть. Да, кто в CSGO, кто в CS1.6. Зря открылся УАСТ во второй раз. Ну, и наш АОСОМ забрал его. Установка пакета. Ноутхед занимает такую же позицию, как и Аймир. Но мы помним, как Аймир прожимал. Это было плачевно. Один фраг. Два фрага. Очень глупую ошибку допускают игроки команды BayFly. Да. Ну, ничего. Разобрался в Ху и Данкор. Вдвоем. Два в два ситуация. Ну, и два игрока у атаки довольно-таки красные. Давайте посмотрим за Аймиром. За его АВП. Как не видеть-то игрока. Промах от него. Есть информация по игроку. Одному на зигзаге. А одному за белым. Откидка ХАЕ 26 ХП Аймиро. Не было армура. Вху. Отлично. Отстреливает Аймиро. Остается последний. Ива. Но и Иви этой, конечно, ничего не светит. Это уже, в принципе-то, очевидно. Пятый раунд для BayFly. BayFly. Если не ошибаюсь. Ну, и 5-1. 5-1. Ну, атака. Пока радует. Пока очень радует меня атака. Будем смотреть дальше, как будут развиваться события. Но атака пока превосходит все мои ожидания. Честно говоря, я не ожидал, что будет именно вот такой. Вот разнос, так сказать. BayFly. BayFly. Дико, извиняюсь, парни. Так, ну что ж. Иван. Сбирает Анукара. Игрока команды атаки. Первый. Поджим Ям. Успешен. Ну, тоже остается втроем. Игроки. Это Шиднес. Васты. И Фук. Игрока. Шиднес. Надежда на тебя. Надо убивать коннектор. Что и делает парень. Отлично. Грамотная стрельба. Один фраг есть. Оззи. Моментальный размен. Так. Ну, это уже плачевно. Это уже выглядит плачевно. Неужели парни возьмут пистолетку? А вот этот парень против того, чтобы дефенсы взяли свой второй раунд. Пытается отстреливать игрока. Все. Информация пошла. На китках и гранат. Ну, пацанов просто пригорают уже. Юнитед Пауэр. Ну, успокойтесь, парни. Честно. Ничего тут нету. Реально. Узбагуйтесь. Да. Как говорится еще. Второй раунд. Для команды Юнитед Пауэр. Ну и что? Итальянцы. Довольно неплохо. Довольно неплохо пока. Для все-таки игроков. Атаки. Дефенс. Ну, так. Не особо радует. Будем смотреть дальше. Ну, честно говоря, после этих раундов как-то дефенс. Ну, не знаю. Присели парни, что ли. Упали на минус мораль. Они сами сидят из мораля. Вот этими фразами, что это пацаны, это читы, там, софт и так далее. Нет. Такого нету. Так. Ну, что ж. Есть шприц у Уастей. Но все-таки это розыгрыш ковров Б. Да. А Б ковры. Посмотрите, как у нас отпустили. Игроки дефенса. Абсолютно никого не находятся. Один хэд на зигзаге. Но стяг проходит так же от АВС Сома. Да. Ну и что ж. Все равно. Будут пробовать, конечно же, игроки атаки выйти на точку Б. Ну и... Шиднес. 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 Блин, братан, дико извиняюсь, если неправильно. Но вывод на него. Так. АВП. Есть информация. Пытается это АВП отстрелить. Хэд разбирается одним игроком. Сбирая в хуй. Есть игрок на зигзаге. Хэд погибает. Ну что ж. Неплохо действует игрок атаки. А вот спина. Этого, конечно, такого порода никто не ожидал. Аймер. Два фрага в пленте Б. Не дает выйти своим оппонентам на точку. И сделать установку плента. Взятие раунда. Третий раунд для Юнтед Пауэр. 3-5. 3-5. Ну ничего. Все шикарно. Это экономический раунд от команды. Бай, флай. Парни делают выпад на точку. А, на откидках и гранат непосредственно в пленты. Ну и также ответка прилетает этим ребятам. Опа. Ну тут вдвоем зажучились. Да ладно. Парень просто убивает своего. Погибает один, второй игрок атаки. Тут, по-моему, ггшечка. Ну это пистолетка. Экономический раунд. Я думаю, тут надеяться ни на что не надо было. Но все-таки. АВСОМ справился. Справился, убив своего одного игрока. 5-4. 4-9 раундов отыграли. Ну и один раунд преимущества все-таки у атаки остался. Но экономика чуть-чуть так присевшая. Да, надо брать еще один раунд. Вот именно сейчас. Ну ладно. АЛУКАР. А я его АНУКАР. АЛУКАР погибает у нас на миде. Выпад на ковры Б. На коврах Б. Хэт просто фуловый. Находился парень. Приемчик, приемчик. Одна голова. Но Данткор. Делает моментальный размен. Оззи справляется с УАСТой. Есть информация по кухне. Там один игрок. Оззи АВП. Просто идеально. Данткор также погибает. Остается последний игрок атаки. Это ВХУ. С ПЛЕНТом не на руках. Да, ПЛЕНТ где-то у нас на споте Б валяется. Ну что, будет пытаться. Будет пытаться отстреливать. Видно. Видно, как и гранат. Отлично. 27 хп остается, но против 43. Оззи. Буквально в пиксель лупит последнему игроку атаки. 5-5. Да. По 5. Парни сравнялись. Неплохо. Здорово. Угу. Ну это только начало. Атака не будем забывать, что здесь слабее. И вот пока. Бай Флай радует. Пока. Пока белорусы, да, были на высоте. Но вот что там. Уже, если не ошибаюсь. Так. 4 раунда отдают подряд. Это плохо. Экономика убитая. Делает форс бай. Данткор. Закупается один девайсом. Есть МП5 уху. А Лукар уже получает порцию свинца. Дэмэдж. Но у Ивы. Это дефолтная позиция. Да. У вас ты можешь спокойно выйти и забрать. Если же, конечно, законтролит. Но эта позиция в основном всегда под контролем у игроков. Атаки. А вот информация пошла. 62 хп попадания есть. Тут выходит Ива. Ива, братан. Но такой спрей нам не нужен. Уастей. Наказывает этого пацана. Откидка от АВСома. ХАЕ. Граната на ковры. И погибает Уастей. Так, МП5 себя реализовала. Но тут 2 ВП. Дефенса, конечно, не дали ничего сделать. Плэнт устанавливается. Данткор. Один. Один против троих. Слышит шаги. Слышит шаги. Спрей. От бога. Один фраг. Один фраг. Кай поджидал. Лоззи просто выжидал игрока. Пока допустит ошибку у нас. Игрок команды. Бай Флай. Ну и этим самым. Конечно же. Раунд отходит очередной. Очередной команде. Юниты. Пауэр. Так, секундочку. Я сейчас прибавлю вам, пацаны. Ничего, не думайте. Сейчас все будет. Так. 6-5. Ну, как минимум установка плэнта была. Но после того, видите, как миддл перестали занимать у нас игроки атаки. И раунды, ну, один за одним отходят просто в команду. Дефенса. Ну, посмотрим. Данткор располагается на андеграунде. Но все-таки. Смог лежит. АВП пропрыгал. А за белый надо отстреливать. Надо убивать пацана. Там Ива. Один фраг. Один фраг от Ивы. Размен. Хэт погибает от Шиднеза. Шиднез. Ну, друг, извини, честно. Я не могу просто понять, как правильно. Но думаю, Шиднез будет правильно. Ладно. 4 в 4. Оззи. Справляет с одним игроком атаки. Но опять же. АВП Оззи пока играет на уровне. Как только парень взял АВП, его никто не может у него выбить. Так, зигзаг. Уастэ. Отличная голова Аймеру. Но теперь осталось забрать окно, где находятся у нас как раз-таки 2 игрока. Один отходит. Прострел. Коннектором неуспешно. Туда же откидывается смог. Чтобы уже сделать АВП неосумабильным. Ива. Забирает в ху. Подсадка в люльку не вышла. Остается Данткор. И у Астэ. 2 игрока. 2 в 3. Ситуация. И против троих АВП у Дефенса. Плохо, что Плэнт. Да, вот как-то парни подсадились глупо, как на меня. И Плэнта ставили в люльке. Так. Ну, Вастэ. Не то ты смотришь. Не то ты смотришь, чувак. Тебя уже просто поджидает тут Ива. Ну, по-моему, что-то не то. 28 хп у Ива остается в сумме. Неудачная флешка. Граната. Выпад на коннектор есть от Данткор. Идет. Идет. Догонять у нас USP Ива им. Так, Оззи. Да ладно. Это был Оззи. Дико извиняюсь, но... Честно, красава. Отличный. Два фрага. Конечно, к нему сами вышли оба игрока. Атаки. Ну, я не знаю. Я не знаю, что с ними случилось. Атака начинает проседать раунд за раундом. Так. Что-то с микрофоном только что произошло. Не знаю, будет ли это на записи. АВСОМ сбирает Талукара. Один. Парень погибает у игроков атаки. Оззи. АВП Оззи. Великолепно. Ну, парень просто в плейнете. Не знаю. Разбирается со всеми игроками. Со всеми своими оппонентами. Ситуация 2 в 3. Юниты пауэр. В большинстве. И они обязаны просто забирать этот раунд себе в копилку. Да. Сори за вот этот плювок, так сказать. 7-5 счет. 7-5. Два игрока. Один из них уже располагается на плейнте. Это Уастый. Где? Ай, парень устанавливает плейнт. Просто это, опять же, банальный развод. Но уже по-любому надо стягиваться. Игроку атаки. Все. Занимает. Занимает Шиднос. Удобное месторасположение. Голова Аймер услышит на коврах игрока Спрейс. Шикарно. Шикарно. Парень забирает раунд к себе в копилку. И это все-таки шестой для команды Байфлай. Но мы уже помним, да, как это все начиналось. Как парни у нас располагались на втором раунде после слитой пистолетки при форсбайе. Опять же, сделали развод. И спокойно вышли на точку Б, установили плейнт и этим самым взяли раунд. Был банальный развод. Ну, у парней все получилось. Так что, я думаю, все будет хорошо. У них играет за сторону дефенса. Посмотрим. Так, Ива. Фаджидает Ива. Голова в ху. Стрельба бюрстом. Довольно неплохо. На уровне. Алукар. Один фраг. Уастей справляется с Ивой. Но это 4 в 3 ситуации. Все-таки пока она играет на руку команде Байфлай. Да, пока у них сейчас все-таки очень-очень хорошо. Так, перестрелка в плейнте. В плейнте перестреливается один из игроков. Не выходит у него. Конечно, погибает тот Васт и Данткор. Голова Аймеру. Последний хэд. Один против четверых игроков атаки. Ну, как на меня, так ему уже ничего не светит. Мы сейчас посмотрим, конечно. Но один против четверых вряд ли. Да. Алукар справляется с ним, забирая этого игрока при выходе из кухни. И уже с уверенностью можно сказать, что 7 раундов есть. И это уже очень такая хорошая сумма, так сказать. Да, при переходе на вторую половину. Вау, что-то проскочило. Сейчас дико извиняюсь. Но 7-7. По 7. Последний раунд первой половины. Один игрок располагается в яме. У атаки. Ну, пытался занять удобную позицию для себя. АВП команды Байфлай. Ну, и белорусы пока... Пока я не знаю, что они будут придумывать на этот раунд. Алукар погибает от деглат. АВС Ома. Но это уже, понятное дело, форсбай. Нет особой экономики у дефенса. Ее продавили. Продавили игроки. Юнитед пауэр. Я думал, залагал. Да, парень залагал, конечно, изначально. Фу. Забирает хеда. Отстреливает одного игрока. Из-за 24 в 3. Уастей. Отлично. Отлично. АВП на уровне. АВП на уровне. Данткор. Минус Оззи. Аймер. Последний игрок. А-и-мер. Да. 1-4. Один фраг есть. Хорошо. Минус 4 пишет у нас. Как вы видите. Ива. Ну, посмотрим. Способен ли на это парень. Ну, и очевидно, что не способен. Данткор. Убивает последнего Аймера. И все-таки Байфлай. Выходят победителями после первой стороны. Ну, изначально это было очевидно. Но потом собрались у нас вроде бы команда. Команда-команда. Да. Юнитед Пауэр. Взяли достаточное количество раундов. Даже вышли вперед. Прошу занести это в протокол, как говорится. Да. И. В принципе, у них фактически все получилось. Ну, чуть-чуть не смогли дожать все-таки белорусов. Но посмотрим, как Юнитед Пауэр будут отыгрывать за сторону атаки. Первая пистолетка играет. Ну, если не сильно значительную роль, то, ну, как. Где-то процентов 30 точно. Потому что... Один раунд преимущества есть. Если берут еще пистолетку Байфлай, это забирают плюс 3 раунда. И там уже Габелыч. Шиднес отстреливает первого игрока. Алукари. Переходит уже на сторону Б-плента. И вот сейчас будут пытаться нарешать. Алукар отлично справляется с хэдом. Ну, и два игрока остается. Это Авессон и Ива. Два пацана. Два пацанчика. Ну, и, по-моему, МГГшечка. Что там происходит все-таки с микрофоном? С наушниками, точнее. Непонятно что. Два игрока. Два в три. Ситуация щидная с Уастой и Алукар. Да. Ну, честно говоря, шансов у них на взятие раунда немного. Ива. Ставит гол у Уастой. Но теперь уже где-то вот 50 на 50. Плент уходит на точку А. Установка уже пройдет по-любому. Ну, а Алукар и Шиднес остаются вдвоем. Будут пытаться навязать борьбу игрокам атаки. Но вот у одного уже очень хорошая позиция. Понимает, что где-то на респауне один из игроков услышал. Да. Звериный топот. Но теперь все в руках игроков. Дефенса. Дефьюз китов нет. Надо по-любому садиться и делать дефьюз. И Ива. Справлять с одним. Шиднес. Парень может затащить. Время еще есть. Но его в обрез. Ковры не откроются. Ковры открылись. Наш Сом. Алый Сом. Прошу прощения. Мог допустить такую очень серьезную ошибку. Но все-таки этого не произошло. 8-8. 16 раундов позади. И счет равный. Да уж. Счет равный. Посмотрим, на что сейчас способны у нас игроки. Атаки. Ну, смогли они взять свой полноценный закуп. Мы уже видели раз, что это было невозможно, так сказать. Когда они играли за атаку. Но сейчас, возможно, все у них пройдет успешно. Так. Ози отстреливает Данткора. Данткор погибает. Ива. У. Разнул. Разнулся на эта пистолетка. Тут удивляться фактически нечему. У вас-то последний игрок. Это Диггл. Диггл Пауэр один против пятерых игроков. Погибает. Вот Ауэ Сома. Девятый раунд отходит команда Юнитед Пауэр. Ну что ж, девять раундов. Есть. Юнитед Пауэр. Девять. Восемь. Ну и смотрим дальше. Форсбай все-таки не берут. Бай Флай. Рискнули отыграть еще экономический раунд. Один. Ози уже, в свою очередь, распечатал одну из точек. И это Мидл. Опять вот, да, отыгрывают от Мидла. Игроки атаки. Это как дефолт такой, я не знаю, так называемый. Занятие Мидла это, ну, 50% уже даже больше взять о раунда. Данткор. Минус Аймер. Опа-па. Ну что ж, чувак, пока неплохо. Вастый. Отстреливает Ози. Погибает Ози. Ауэ Сом и Ива остаются вдвоем. Два в два. Ситуация есть. Один девайс. У Вастый. Опять же, на точке А. Опять же, на точке А. Если не ошибаюсь, это, опять же, два тех игроков. К, которые оставались вдвоем, Ива. Ну, Ива идет на откровенное такое выбивание, так сказать, да. Открывается перед игроками дефенса. И этим самым сейчас должен уже быть взятый раунд. Понятное дело. А Лукар у нас не делал полноценного закупа. Подобранный ганг, который ему придется сейвить. Засейвленный девайс. Это плюсы к своей экономике в следующем раунде. Сможет даже, возможно, дать девайс. Возможно, нет. Ну, посмотрим. Десятый раунд. Юнитед Пауэр. Уход вперед на два раунда. Байфлай надо менять как-то вообще свою игру. Потому что он что-то за дефенс пока не прет. Но не будем забывать, что это слитые три раунда по дефолту на первой пистолетке. Первую пистолетку отдали. Но там уже дело техники забрать полноценный закуп. Ну и то, были серьезные проблемы у команды Юнитед Пауэр. Так что смотрим. Накинутый смок. Отдымляет. Все. За атаку пока играют грамотно. Но пора уже байфлай как-то переломить ход встречи и забирать свою копилку. Один из раундов, который поднимет экономику. И вау, вау, вау. Честно говоря. Не ожидал я такого поворота. Проход по пары. Еще отфлешный один из игроков. Его, конечно же, забрали. Но еще игрок в окне сделал ошибку. Оззи, голова Данткору. Ну, по-моему, парень как-то стрелял даже не туда, куда целился. Но в голову дернул, попал. Ширнес и Эвху остаются вдвоем. Два игрока. Два игрока против пятерых игроков атаки. Очевидно, что уже ничего у них не выйдет. Ширнес будет просто сидеть и пытаться выбивать ганы у игроков атаки. Но посмотрим. Юниты, Пауэр, все-таки уже очевидно, что одиннадцатый раунд заберут. А теперь байфлай как-то допускает такое, что парни уходят в серьезный отрыв. Три раунда практически на конце игры. Это серьезный таки отрыв. Я думаю, это понимают прекрасно. Парни выжидал. Ива просто выжидал Ширнеса и все-таки забрал. Одиннадцатый раунд для Юниты Пауэр. Одиннадцать восемь. Четыре раунда во второй половине за атаку, пока парни забирают. И это уже серьезные такие проблемы у байфлайн. Ну что ж, белорусы. Давайте. Надо собраться и показать достойный КС. Все-таки пока это на защиту не особо-таки похоже. Ну что ж, выпад на ковры Б, как я понимаю, тут располагаются два игрока. Возможно, отвлекающего разыгрывают. Ива. И кто? И кто? Аимир. Аимир и Ива по ходу пьесы выходят на точку Б. Ози. Ози. Один фраг. Хэд разбирается. Уастей. Прием. Ковров. Бэм. Но он не прохавал, что один игрок уже спрыгнул. Даже два находятся в пленте. Он просто фуловый стоит парень. Две флеш-гранаты прямиком в лицо. И ХАЕ в ноги. Да. Да. АВСОМ забирает Уастей. Данткор. Один фраг все-таки сотворил. Но девайс есть. Надо сейвить. Надо сейвить. И пытается настрелять игроков. У него это получилось. Ну, это незначительный дэмэдж. Знаем, где находится последний парень. Голова. АВСОМу. 11. 8 счет. И у парня есть один заселенный девайс. Ну, пока еще нету, конечно. Может, пойдут на выбивание игроки. Юнитед Пауэр. Итальянцы. Ну, даже если пойдут, ничего хорошего у них все-таки не получится. Как вы видите, и Данткор. Девайс засейвил. Но 12-й раунд отходит в команду Юнитед Пауэр. Пока под ноль. Пока что не могут ни единого раунда взять, играя за стороной Дефенс. Бай Флай. Ну, что-то пошло не так у этих ребят. Возможно, Машняв-то, если да, вот взял интересный у нас девайс. Шиднос получает порцию свинца. Алукар. Алукар поджал. Так, ковры. Ковры есть. Надо. Стрельба бюрстом. Покажи мастерство. Нет. Уивы. 16 хп остается. 1 фраг сделали. Шиднос. 8 хп. Остается у него. Фу, погибает. Выпад с ковров будет. Шиднос занимает в нычке позицию. Плюс 1 на яме. Ну, я даже не знаю. Это просто банальный развод, опять же. Но пока все довольно неплохо для игроков Дефенс. Разобрались. Это Уастый и Алукар. Сделали по 1 фрагу. Занесли в свою личную статистику. Уастый. Ну, не оставляет шанса Уастый. Парень, дико извиняюсь. Дико извиняюсь. Я не видел, как он прострелил игрока. Но все-таки. Берут. Берут 9 раунд. Бай Флай. Это 9-12. Ну, посмотрите на грани. Да, просто 8 и 6 хп у команды Вай Флай. 9-12. Немного экономику подняли. Посмотрим, что будет дальше. Юнитед Пауэр способный, конечно. Ребята способные. Очень видели хорошие фраги от Ивы. А имя Рози. Хэт. Но вот Ива первый погибает. Вспомнишь о нем. И он потеряет свое АВП. Данткор справляется с ним. Один игрок еще располагается в непосредственной близости. Ну и АВП. Подобранное АВП. Будет туда забрать прострелы. Идут на респаун. Да, но это выпад на точку АМХ. Хэт справляется с Уастой. Оззи выпад на него. Вху, отлично. Минус Оззи. Опа-па. Ну, дернул. Дернул шикарно. Вху. И разобрался с АВСомом. 2 в 4 ситуация. Вху красный. 15 хп. Понимает, что на точке А располагаются игроки. Данткор АВП реализовал себя. Аймер последний игрок у Юнитед Пауэр. Все, парень. Все в твоих руках. А Лукар справился. Взяв 10 раунд для Байфлай. Но, видимо, парни проснулись все-таки. И начинают забирать раунд за раундом в пользу своего коллектива. Буквально раунд за раундом. Ну, ничего. Надо переломить. И вот тот самый переломный раунд. Шиднес реализовал себя на миде. Посмотрите-ка. Сделав 2 фрага. Да, вот Ива уже пишет такую нецезурную лексику. И, ну, погибает в каждом раунде на миде. Уже второй раз подряд. АВСом устанавливает плейнт на точке Б, по идее. Нет. Оззи. Оззи занимает нас какую-то хорошую такую позицию. Ну, и будем смотреть. Сейчас парень может отстрелить АВП. И АВП. Должно погибать. Уастэ. Отличная. Хилпаут Уастэй. АВСом. И Аимир. Два игрока, находящиеся в плейнте. Там же и находятся два игрока дефенс. По-моему, раунд на грани провала. Уастэй. Один фраг. Разменивает Шиднеса. Парень теряет свою АВП. Аимир ловит Алукара в полете. Еще с последнего патрона забирает Уастэй. 9 хп. 9 хп. Один в один. Да уж. Да. Ну, очевидно. Очевидно, что раунд взял бы. Это надо было просто рандомно, не знаю, Аимиру попасть в голову. Но не вышло. 11-12 в пользу команды Байфлай. Ну что ж, парни. Сейчас пока все хорошо у вас. Но надо еще поднажать. Забирают этот раунд. И уже будет преимущество у них. Это будет экономически. Вот Юниты Пауэр 13. Это идет для Байфлай. Парни разбираются. Пропускай я фраги Шиднеса. Парень просто на миде уже в который раз ловит игроков. О, здесь все-таки отстрелил. Первый в голову. Второй добивной. Ну и пока неплохо. Два на миде. Тут пытается парень чекать. Насколько я понимаю. Зигзаг. На коннекторе есть информация. А вы сом. Сбирайте, но у вас стей. Справляются. Справляются парни. Два в два. Тут Данкор. Зигзага. Отличная хелпа от этого парня. Да. Ну, ковры очевидно, что он слышит. Должен убивать. Должен уничтожать последнего игрока. Атаки. Все шансы на взятия раунда. Это, безусловно, есть. Да, и они проходят успешно. А на Форесте еще у нас оказался лукар каким-то образом. Но все хорошо. Так. Ну что ж. Щитнес. Берешь АЛП в этот раз? Или же нет? Или же нет? Я вообще не пойму, есть ли у него девайс. Ну, флешечку вижу. Ну, как-то странно. Опять же, отыгрывают байфлай. Парни не берут вообще дифюзки. Ты как-то надеяться всего лишь одного на Данкор. Надеяться на одного игрока. Как на меня, так это очень-очень глупо. Так. Ковров бы нет. Хэт. Отстреливать на коннекторе игрока. Щитнес. Моментальный размен. Будет выпад дальше. Но это 3 в 4 уже атака в большинстве. Так, должен убивать. Убивать должен. Промах. Данкор. Один фраг. Щитнес. Шикарная голова Ози. Ну, забирает АВП. Должен дальше уничтожать Ива. Какой ваншот. Какой ваншот ставит парень. Ну, шикарно. Диггл это умеет делать. Это Диггл, детка. А Эмир устанавливает пакет на тучке. Пытался. Ха-ха. Один патрон. Ну что, неплохо. Данкор. Отлетает на небеса, чувак. И Алукар остается последним игроком. Один против двоих игроков. Слышал игрока. Ну и просто пока поджидает у нас парня. Прострелы. Прострелит дверей. Пока не успешно. По-моему, даже никого не нашил. Да. Никого не прострелил. Ну и вот теперь уже шансы нам взять раунды минимальные. Хотя девчонки это и есть. Хорошо. Один против двоих. Дефолт позиции. Ну нет. Не смотрит. Алукар. Забирает его. А Эмир с ним справился. Тринадцатый раунд для Юнитед Пауэр. Тринадцать двенадцать. Тринадцать двенадцать. Что ж такое-то? Белорусы. Хорошо начали. Плохо закончили, да? Ну, опять же, еще не конец. Тринадцать тринадцать. Двадцать пять раундов позади. Двадцать шестой. Наблюдаем. Ну, Юнитед Пауэр как-то, я смотрю, не у всех. Полноценный закуп. Или просто на информацию. Играл Озин. Но с Плэнтом это делать, по крайней мере, глупо. Да. АВП в миде. И такой форсбай у игроков Дефенса. Все-таки выпад на точка. Как я понимаю, будет происходить. Мидл. Точнее, коннектор плюс ковры. Выпад Айимир. Голова Уастей. Неплохо. Шиднас понимает, что на миде есть один из игроков. Прожим. АВСО. Погибает. А вот парень на белом должен был убивать. Да, парень на белом не особо справился. Плэнтус 0 на точке. Ну и удобные позиции теперь заняли игроки. Атаки у Дефенса шансы минимальный. Иван. Минус Алукар. Есть игрок. Отлично. Погибает Данкор. Шиднас. Последний игрок. Клачер. Клачер. Нет. 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 Нет, парни. Не выйдет. Так, просто забрать игрока на миде. 14-12. И это у нас фактически матчпоинт. Так как экономика у Байфлай очень и очень плохая. Я не знаю, связано это с чем. Пинги вроде бы нормальные. Может какие-то лаги. Ну, стреляют вроде бы неплохо, но что-то не получается. Командные действия все-таки университет пауэр во второй половине радует. Куда больше. Хэд. Пытает занять коннектор. Занимает. Отстреливает. Ху. Первый погибает. Выпад дальше. Через коннектор будет. Ну, и тут вся надежда на Диггл Шиднеза. Так, Диггл от него. Одна голова. Сам себя зафлэшил, но успел убить Оззи. Один девайс есть. Флэшка в обратку. Прилетает игрокам. Дефенса. Шиднез. Вау. Парень сделал в сумме минус 3. А Лукар погибает. Ну, есть окно. 2 в 3 ситуации. 2 Диггла. И 1 дроп. У игроков юнтед пауэр. Но уже 2 в 2. И дропы есть у всех. Отлично. Шиднез погибает. Данкор. Один в один. Найс. Найс. А Эмир показывает хорошую игру. 15-12. И это матчпоинт. Матчпоинт в пользу игроков команды Юнтед Пауэр. 3 матчпоинта. Ну, это не так уж и много. На карте это и можно отыграть. Тем более, Байфлай играет за сильную... Да, за сильную сторону. За сторону Дефенса. Принимать. Принимай. И все будет хорошо. Так, Ози. Вообще фуловый выходит. Там петух Уастер просто справляется с ним на уран. И оттягивается. Хэт. Опять же, занимает любимое место. В принципе, коннектор. Да, вот еще 2 в андеграунде. Хэт на миде. Один фраг сделал. Забрав в окно, если я не ошибаюсь. Нет, зигзаг. Да. На зигзаге погибает один из игроков. Там еще один парень. Шидно хелпует со своим АВП. Чтобы не забрали тиммейта. 3 в 3. Ситуация. Ну и что? Буст. Буст на люльку. Да. А вот это... О, это провал. Это провал. Лукар. Отличный выпад. Последний игрок. Петух. Не вышло. Ива. 20 хп. 20 хп. Плэнт не на руках. Ну и что? Будет с мидла заходить. Либо же сейвить. Один в два можно попробовать. Убивай Лукара и считай. Там уже 50 на 50. Так как АВП может и промазать. А Лукар. Забирать. Последнего игрока. 15-13. Один матчпоинт отыгран. Да. Два раунда. Преимущества есть еще у Юниты Пауэр. Но теперь вот раунд просто на волоски. Если этот раунд не забирают, они прекрасно понимают, что придется отыгрывать экономически. Хочешь ты этого или нет. Ну, точнее не экономически, а форсбай. А на форсбай, ну, сильно не наберешься. А Лукар минус Оззи. Парни собрались. А вот очень важный раунд для них. Они это прекрасно понимают и разбираются. Шидно с АВП. Ху, один фраг. А Аимир. Делает размена. А Аимир. Два фрага. Два в три. Два в три. Выпад на коннекторе. Так же получился. Установка плента. Ну, и теперь шансы очень-таки равны. Но, опять же, в пленте находятся. Понимаем, где пытаются отстрелить. А вот как меняется ситуация. Ива и Аимир по одному фрагу. Данткор один игрок. Один против двоих игроков в атаке. Ну. Сейчас вся надежда на этого парня. Одна голова Аимир погибает. А Ива уже залез на ковры. Не знаю, понимает ли это игрок. По-моему, слышал. Ну, по-любому, должен. Тем более, вот, увидел модельку, выходящую из ковров. Один в один. Ну, клатчер. Клатчер. Дефолт позиция. Да. Данткор забирает Ива. Ищет дефюз-киты в поисках дефюз-китов. Ну, если не ошибаюсь, он успевает. Ну, опять же, могу ошибаться. Контр-террорист вин. Но, как видите, плент все-таки подорвался немного. Но, хорошо, что поставили плент и юнитед пауэр. У них есть шанс на взятие матча без овертаймов. Но, а на овертаймов, я думаю, байфлай будут на морали. И парни смогут вывести просто на кураже. Реально. Но, будем смотреть. Раунд последний. Тридцатый раунд в сумме. Посмотрим, на что способны оба коллектива. Овертаймы. Либо же, в основное время, разберемся. Хэт. Минус у вас-то. Есть игрок в пленте. Прекрасно понимают, это игроки. Оззи, откидка хаев. Ху, погибает. Но, это Габелыч. Это Габелыч. Данткор. Один фраг. Аимир, размен. Моментальный. Два в два. Пытается Алукар. Прожим неплохо. Авысом погибает. Два в три. Аимир так же. Так же Аимира накаляют. 34 хп. Хаев. Неплохая. Но, чуть-чуть не долетает. Аимир справляется игроком. Шид на складчер. Один в три. Так, один фраг. Один фраг. Аимир погиб. 48 хп. Один против двоих. Один фраг уже был. Мы понимаем, что один на яме. Один где-то на кт. Но, по-любому, дефолтные позиции надо смотреть. Так. Нет. Нет. Хэт просто уничтожает. 16 раунд для юнитед пауэра. Итальянцы забирают эту карту. Как я увидел, будет best of three. Может нет. Но, победа юнитед пауэр в этом капе. Поздравляем ребят с первым местом. Спасибо за внимание, кто смотрел. У микрофона был Андрей Кондрат. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok